друзья сегодня у нас интересный выпуск мы будем строить гараж но я нашел классный вариант как сэкономить физический труд ребят которые сегодня будут мне помогать тем что ведра мы будем поднимать просто с помощью ковша что интересно эту идею придумал мой сын когда мы заливали с ним вдвоем балку перекрытия гаража он предложил говорит давай попробуем сделать это нашим погрузчиком и с помощью ковша мы сделали эту работу очень быстро не потеряв лишних сил а завтра у нас всего лишь день на то чтобы залить три с половиной куба бетона самомесом и конечно хотелось бы это сделать максимально легко и просто я поставил таким образом ковш не случайно просто так его удобнее мыть начиная любую новую работу и заканчивая предыдущую обязательно я этим занимаюсь но нравится мне что техника находится в чистом виде но поможет мне в этом как всегда мой green work 180 бар мощнейшая машинка с со своим бачком для заправки химии с различными вариантами форсунки под любой угол и любые возможности очень мытья начиная турбо режима заканчивая режимом в любой градус в общем самая классная вещь сейчас вам покажу как она справляется с чудо техникой ну а после чего мы конечно же начинаем работу что мне сразу первым делом понравилось это то ну во первых что все комплектующие очень удобные комфортные легко застегиваются без каких-либо проблем но самое главное что шланг не ломается сколько я встречал разных автомой в основном смог везде ломал да тяга конечно просто восхищает какой дает след аэрозоли просто класс ну ка давай теперь попробуем форсунку не такую стандартную сделаем не turbo режим а например давай этот 15 градусов но это вообще на самом деле для того чтобы отмывать кирпич мне кажется она просто мощнейшая ну ка чувствуется тяга вот это просто сила да потенциал просто мощь конечно это пятнашечка было вот 40 так как сделали защелкнули а ну это просто пошире заигрался и чего-то нужно начинать работу потом еще в конце помою сейчас подъезжают друзья и мы начинаем работать сын в большей степени сегодня будет оператором погрузчика он будет возить в ковше как и в прошлый раз подвозить нам бетон так начинаем работу некоторые размышления о том почему я решил выполнить эту работу с помощью мини-погрузчика а не остановился на профессиональной технике в виде бетон насоса постараюсь донести свои мысли сейчас сибири октябрь последние теплые дни вы понимаете о чем я необходимо завершить все бетонные работы как можно быстрее ведь через пару дней ночные температуры начнут падать ниже нуля с этими мыслями я торопливо монтировал арматуру для будущего бетонного пояса одновременно обдумывая какой способ заливки выбрать в качестве основного задача заключалась не только в том чтобы сэкономить средства гараж уже перевалил до полтора миллиона рублей но и сделать процесс максимально комфортным первый вариант это бетонный насос к сожалению в нашем городе пока нет миниатюрных машин способных перекачать небольшое количество бетонного раствора на армопояс моего сооружения это значит что придется использовать громоздкий и дорогой автомобиль на базе грузовика удаленность от города также диктует свои правила именно поэтому я в начале выпуска показал как легко погрузчик транспортируется между объектами мне нужно залить всего лишь три куба в любом случае потребуются люди быстро переставлять леса у меня у одного точно не получится а это добавляет время простое бетонного смесителя в итоге общая сумма расходов составила бы около 60 тысяч рублей второй вариант чуть более экономичный это кран плюс аренда колокольчика ну это такая емкость которую поднимают краном и выливают смесь из нее с помощью рычага но опять же все упирается в людей одному справиться с этой задачей крайне сложно а прицелить колокольчик в такую маленькую лунку настоящая головоломка в общем в любом из этих случаев работа обернулась бы не только большими затратами но и значительной грязью сделать такую работу ювелирно можно лишь собственными руками вывод напрашивается сам собой раз уж точно нужны люди то мы сами и зальем бетон чтобы упростить нашу работу оставляем списке маневренный кран который сможет передвигаться по этим небольшим помещениям учитывая тот факт что мини погрузчик мейкер поднимает груз на высоту 2 и 6 метра и тратит за рабочую смену не более половины бака в нашем режиме работы выбор был очевидным ну а если еще посмотреть счастливые глаза наших детей которым мы доверили управление этим погрузчиком то выходит что это не работа а сплошное удовольствие почему у меня сегодня появилась именно идея снять видео про помощь погрузчиков в бытовых вопросах да потому что очень часто наши зрители пишут что ну как он может быть универсальный если я например приобрел в комплекте ковш я могу либо землю копать либо выравнивать что-то это планировщик бы это сделал лучше на большее он не годится друзья это в корне не так уверяю вас если например взять навеску челюстной ковш вы сможете не только планировать копать землю брать челюстью какой-то грунт но также вы сможете извлекать из земли какие-то кустарники на субботнике это просто необходимая вещь но и выполнять те работы которые вот мы сегодня придумали это просто поднимать бетон и соответственно упрощать вашу работу в дальнейшем сегодня в этой работе все мои друзья отметили что без погрузчика мы бы не справились одним днем точно это во-первых а во-вторых мы потратили бы намного больше усилий для того чтобы эти ведра подавать и даже вам скажу что вот в этом гаражном кооперативе который я строю есть две комнаты куда погрузчик не может проникнуть ну то есть заехать потому что там проем всего лишь метр а погрузчик наш метр 05 вот если бы этот проем был на 5 сантиметров больше вы без труда бы смогли подавать прям внутри гаража бетонный раствор но так как не получалось приходилось это делать руками и вот как раз здесь ребята и отмечали что как же это неудобно работать все-таки без погрузчика в данных ситуациях поэтому друзья тема нашего видео названа правильно для меня это помощник ну даже сложно переоценить его помощь вот сейчас которая была проделана на участке даже взять этот летний сезон я планировал задний двор отсыпал 150 тонн пгс на участке перевез будку собаки это тоже немалая работа мне пришлось бы ручку нанимать дальше помог соседям это все есть на видео заливал гараж и также помог с постройкой гаража моей маме мы бурили лунки яма буром дальше мы отсыпали обратной засыпкой для того чтобы залить плиту и в конце концов мы подготовили фундамент к тому что уже укладывать блок сколько раз я перевозил на нем какие-то тяжелые инструменты тяжелые материалы вот допустим кирпичи просто перетащить их руками или в тачке перевести ну сами понимаете это тяжелый долгий процесс который может быть займет целый день время деньги и в данном случае он очень хорошо вот в этой работе выручал поэтому друзья те кто считает что погрузчик узконаправленный в корне неправы погрузчик универсальный именно универсальный друзья но мы продолжаем и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, ну давайте подытожим. Специально для вас я выложил вот эти кадры с квадрокоптера, который сейчас облетает сооружение, показывает, как ювелирно мы выполнили работу, как мало грязи оставили после себя, что еще раз показывает, как универсальный мини-погрузчик здорово справляется со своими задачами. И вот, кстати, что интересно, порой профессиональная техника с такой задачей бы не справилась. Я имею ввиду цена-качество. На нашем канале выводы, конечно же, вы делаете сами, но я доволен проделанной работой. Друзья, это все, что я хотел вам сегодня показать. До скорых встреч, увидимся на следующей неделе. Пока! Пока!